В нашей беседе в студии радио Зенит Игорь Евдокимов и Кирилл Столбов, еще совсем недавно полузащитник Зенита Ю-16, а ныне футболист Зенита-2, уже открывший счет своим голам в этой команде, выступающий за юношескую сборную России и вообще уже много всего интересного успевший пережить. Кирилл, рады видеть, добрый день. Добрый день. Только что были звездой Зенита Ю-16, который потом стал Ю-17 и с блеском выиграл ЮФЛ-2. Сейчас уже играете помимо юношеской сборной за Зенит-2 и мы уже вспоминали, что открыли счет своим голам. Вот когда так много всего содержательного проходит за один короткий период, это здорово, легко, тяжело, как вы сами бы оценили? Ну это я думаю, что здорово, потому что есть что сравнивать и видно то, к чему нужно стремиться и всегда есть мотивация работать над собой, тренироваться больше. Ну мотивация вообще всегда должна быть, это само собой. Тем не менее, я думаю, что вы один из тех футболистов, которых мы именно успели узнать по сезону ЮФЛ-2. Я вообще знаю, что многие изначально относились довольно скептически. Ну что там смотреть 16-летние парни, да? ЮФЛ-1 еще куда не шло, там хоть ребята чуть повзросли. Однако, как только стартовал сезон, как пошла вот эта, как говорят в народе, невероятная жара. Собственно, начали со счета 10-0 в матче с Рубином, где вы как раз второй мяч и забили. И вот дальше пошло, поехало. Тот сезон, если его оценили, не знаю, одной фразой, как бы вы оценили? Или одним словом, как блестящий, потрясающий, фантастический или просто ровный? Ну это, наверное, слово легенда. Вот, да. Это для меня, я запомню это на всю жизнь. Как мы тренировались, какая была атмосфера, что было внутри той команды, какое было взаимоотношение между тренерами и игроками, между игроками. Ну, все было просто фантастически. И вот так сложилось, что такой сезон, ну, и совпалки были. Угу. То есть тот самый случай, когда, ну, если не все, то очень многое сошлось. Да, да, очень многое. Ну, и я думаю, что большая заслуга главного тренера и тренера по физической подготовке и вот людей, которые с нами работали. Потому что это же не только дело одного сезона, одного года. Мы до этого очень много тренировались, до этого был карантин, где мы много работали. И все это очень многое занимало времени, сил. И, ну, вот, не зря все это было. Ну, а, кстати, я так понимаю, что не с самого начала и не все знали, что получится уже полноценный сезон UFL 2, потому что до последнего, учитывая, что пандемийные истории не закончились в том моменту, были сомнения, все ли получится. Вот когда вы узнали, что у вас, там, во сколько, в 16 лет будет первый настоящий регулярный сезон, по-взрослому, у вас какие были по этому поводу впечатления? Мы очень этого ждали, и я помню, как мы собирались на базе, ну, на Академии Зенита, тренировались, готовились к первому туру, но его все переносили, переносили, и мы с нетерпением ждали. И когда все-таки объявили, что вот все, мы были просто в такое предвкушение, ну, мы вылетели 10-0, и дальше как пошло-поехало, я думаю, что все это ожидаемо было. Как вот со стороны, наверное, моих родителей, которые знали, все это изнутри чувствовали, я думаю, что для них это было, как бы, ну, нисколько неудивительно. То есть вот такой результат, такое невероятное победное шествие, это можно назвать ожидаемым? Я думаю, что люди, которые разбираются и понимали, что вообще происходило, то этого можно было ожидать. Ну, потому что тот сезон, те тренировки, это, правда, было легендарно. Ну, вы так уже и перед эфиром забросили, да и, в общем, многие ребята отзывались, конечно, о тренерском штабе, который, в общем, по большому счету возглавлял Дмитрий Поляков, также Павел Перушов там работал, действительно, мы их знаем, они к нам на радио «Зенит» приходили, очень приятные люди, яркие собеседники. Как с ними работалось? Насколько я понимаю, ну, во многом, даже по вашим словам, эту победу, то чемпионство «Зенита» и «Ю-16», и «Ю-17» можно назвать, ну, таким тренерским во многом. Конечно, конечно, ну, очень-очень комфортно было работать, Дмитрий Владимирович очень требовательный человек, и он держал, ну, и дисциплину, и все, там, Сергей Алексеевич Лебедев, тоже тренер по физической подготовке, он нам дал очень-очень многое, и сейчас он хоть и тренирует молодежный состав, но все равно некоторые ребята продолжают с ним дополнительно заниматься, это все профессионалы, которые нам дали очень многое за те года, не только за тот, ну, и вот это все вылилось в результат. Да, ну, Сергей Лебедев вообще специалист такой общий, всея академии, да, он, в общем, работает со всеми командами в столь или иной степени, конечно, с молодежкой во многом там, что у нее там основной базовый регулярный сезон, ну, молодежка, это отдельная тема, я думаю, что мы ее еще коснемся, весь сезон на фантастическом дыхании. Вы центральный полузащитник, да, такой классический, с широким спектром действий, способный помочь в атаке, в обороне, вот эта позиция, как ее называют там на английский манер, бокс-то-бокс, это скорее про вас? Я думаю, что да, ну, вот именно восьмой номер, у нас был десятый, ярко выраженный это Илья Родионов, восьмой и шестой, вот я думаю, что как раз классическая тройка полузащитников у нас была в том сезоне. Угу, ну, вот если говорить о вашей позиции, да, вы, понятное дело, ну, главное навести порядок в центре поля, это ваша основная задача, но у вас при этом 15 забитых мячей, 8 голевых передач, и того 23 очка по системе гол-плюс-пасс в 22 матчах. Как для вас можно объяснить такую результативность, если у Акима Белохонова хотя бы позиция к этому предрасполагает, то как у вас получилось так много создать? Ну, мы же забили за тот сезон больше 100 голов, и все равно атакующая пятерка, это тройка полузащитников и два атакующих, тройка нападающих и два атакующих полузащитника, должны набирать по, там, вот как раз таки по 20 голевых действий за сезон. Но я еще к тому же был штатным пенальтистом, поэтому я думаю, что это мне в многом помогло набирать 23 очка. Ну, кстати, да, тоже не лишено смысла, хотя были, конечно, у вас и с игры очень яркие моменты, да и, в принципе, у вас удар поставлен, это уже многие успели заметить, ну, те, кто, например, не очень следит за юношеским футболом по нынешнему сезону в «Зените 2». Ну, это всегда было вашей сильной стороной, потому что многие считают, что, с одной стороны, удар отрабатывает чуть ли не в юности, чуть ли там не в детские годы, а другие считают, слушайте, да он должен совершенствоваться в течение всей жизни, уж тем более там до лет 20 точно. У вас как с этим? Ну, я вот совсем недавно, можно так сказать, перешел в «Зенит», года три назад, и сразу же Дмитрий Владимирович стал очень много уделять индивидуальной работе со мной. По вечерам я помню, как мы отрабатывали удары, да, там, прием и вторым ударом в дальний угол, штук 20 за вечер каждой ногой, и вот так это все тренируется. Я думаю, что все равно удар должен, конечно же, совершенствоваться в течение жизни, но надо постоянно работать. Ну, и вечный вопрос, конечно, сейчас мы пытаемся понять, в какой команде вы находитесь, но ощущение, что во всех сразу, потому что у вас уже в «ЮФЛ-1» было определенное количество матчей, в том числе забитых мячей, за «Зенит 2» вы уже успели сыграть, и при этом на многих сайтах вас, что называется, впихивают в состав молодежного «Зенита». Где вы сейчас на самом деле? Ну, я думаю, что в «ЮФЛ-1», но когда нужно помогать, то могу и в «Зените 2», и в молодежном составе, если надо, будет. Но, я думаю, основная моя команда — это «ЮФЛ-1». Ну, в «Молодежке», я так понимаю, что вы просто еще не появились, как-то не успели. Да. Ну, а какой-то контакт пока был с тренерами? С тренерами нет, я просто знаю, ну, множество ребят, потому что и с прошлого года там играют Илья Родионов, и Аким Галахонов, и Андрей Марьянов, я тоже прекрасно знаю. Ну, и вот 2003 год я тоже со всеми знаком, то есть, ну, коллектив там мне абсолютно знаком, я вот тренерский штаб, кроме как Сергей Алексеевич, незнаком еще. Ну, конечно, вы всех их знаете соочно, да, но не доводилось именно пообщаться. Ну, естественно. Ну, я думаю, что это все еще впереди, друзья. Мы общаемся в прямом эфире на радио «Зенит» с Крилом Столбовым, полузащитником «Зенита-2», общей системой «Зенита». Говорим о, естественно, прошлом сезоне, о нынешнем, о футбольном настоящем. Поговорим еще о многом сразу после небольшой ценной паузы на 89,7. Интервью. Реклама Включайте современные технологии. Высокоскоростной интернет от Ростелекома – это высокое качество сигнала и устойчивое соединение. А максимальную скорость вашего интернета обеспечит «Жапон Турбо» и включенный в тариф «Мэш Роутер» последнего поколения. Скорости хватит всем. Подключайтесь. Подробности на сайте rt.ru. 18+. Ростелеком. Технологии возможностей. Чтобы попасть в «Зенит», не обязательно играть в футбол. Ты молод, активен, стремишься к профессиональному развитию, хочешь стать частью большого клуба и поработать на лучшем стадионе страны. Мы ждем тебя. Футбольный клуб «Зенит» приглашает в центр подготовки временного персонала «Газпром-арены» на вакансии. Стюарт, хостес, повар, официант, инспектор качества сервиса. Гибкий график, бесплатное обучение, стабильная оплата, реальные перспективы роста и новые друзья. Заполни анкету на сайте vp.fcdefiszenit.ru и стань частью нашей команды. 18+. Четверг – это рыбный день, но не в этот раз. 4 ноября СКА на своем льду сыграет с принципиальным соперником – московским «Спартаком». Вот он, настоящий хоккей. Внутри много-много борьбы и мало-мало компромисса. В Ледовом дворце точно будет жарко. Вся информация, а также прямая трансляция матча на официальном сайте клуба. СКА.ру. Категория 0+. Первый круг российской премьер-лиги завершается. Нас ждет заключительный матч осени. «Газпром-арена». 19 ноября. 19.00. «Зенит» принимает и Нижний Новгород. «Сине-бело-голубые» против команды Александра Киржакова. Билеты уже в продаже. Традиционный фан-променад откроется за два часа до матча. Погробная информация о правилах посещения матча и ограничениях только на официальном сайте клуба. 0+. Телефон рекламной службы. Радио «Зенит». 321-88-44. Интервью. Еще раз всех приветствуем, кто только к нам подключился. Это «Радио «Зенит». И беседа с Кириллом Столбовым, полузащитником «Зенита-2». Также у микрофона Игорь Евдокимов. И наши координаты вам всем известны. «Плюс семь девять два один пять семь ноль ноль восемьдесят девять и семь». Это наш WhatsApp. Ну и, конечно же, пишите в нашем канале на YouTube в прямой трансляции, которая там сейчас идет. Мы общаемся, естественно, о многом, о футболе. Вспоминаем прошлый сезон. Говорим о нынешнем, конечно, тоже. Ну и с самого любопытного и интересного мы, конечно, уже поговорили о коллективе, о том, как получилась эта победа. Но все равно мы, мне кажется, ответили отчасти, почему удавалось так уверенно идти, что это не было непредсказуемо. Просто очень многие воспринимают как-то превратно именно суперрезультаты «Зенита». То, что мы больше 100 мячей забили. То, что очень часто забивали по девять, по восемь. Как можно вспомнить, как вы с помощью партнерами, как в одиночку иногда Аким Балахонов, как Родионов просто раздирали своих соперников. Было ощущение, что «Зенит» на голову сильнее всех. Это одно, собственно, ощущение, один вывод. А другое очень часто приводили. Ну, понятно, такой у нас футбол. Раз одна команда может всех разрывать, вот такие у нас юноши. Насколько сильным был сам турнир, как вы считаете? И что такого было в нас, помимо вот этой потрясающей банды особенного, что удавалось именно с технической точки зрения проходить практически всех соперников всего одно поражение за весь сезон? Ну, я думаю, что если разбирать индивидуально игроков всех команд, то турнир совершенно на очень хорошем уровне. И очень много ребят, которые сейчас и в молодежной... Ну, не в молодежной, а в юношеской сборной России, из Краснодара, из Спартака. То есть везде были свои лидеры, везде, я думаю, индивидуально сильные игроки. Но, видимо, дело в тренерском вообще штабе и в тренировочном процессе было. И вот что такой результат получался. Но я не думаю, что нас ничем там не кормили, естественно, вот этого всего не было. Вот, но как там, кто-то тоже предполагал. Но вот тренировочный процесс, я думаю, это основное различие было между командами. Угу. Не, ну то, что чем-то кормили, это тоже традиция, которой в этом году исполнилось 20 лет. С тех пор, как «Зенит» в российском футболе вновь стал лидером 2001 года, когда мы впервые взяли бронзу, когда «Зенит» стал самой быстрой командой чемпионата. С тех пор, вот уже два десятка лет, стабильно всегда шутки о том, чем вас кормят. Они как бы идут, причем многие на полном серьезе отзываются. Это как раз нормально, это приверженность к таким хорошим достаточно сплетням, хотя и ужасным по своей сути. Если говорить именно о том, как вообще складывался сезон тот, прошлый и как начался нынешний, во-первых, понятное дело, ощущение, что перерыва в футболе особенного не было. Отдохнуть вообще после того момента успели, и самое главное, когда к вам уже повышенное внимание пошло, это было в плюс, в минус было понятно, что вас сейчас будут расхватывать, что, скорее всего, вы пойдете на повышение, что, возможно, вы сыграете за несколько разных команд, а разные тренеры к этому относятся, кто-то скептически, кто-то хорошо, потому что, опять же, за сколько команд ты можешь сыграть, это отдельная история. Концовка прошлого сезона и переход к нынешнему каким-то резким, стремительным получился для вас? Да нет, я думаю, что всегда нахожусь в игровом тонусе. Конечно, был отпуск, но я думаю, я быстро набрал форму и снова был готов к тренировкам, к играм за любую команду. Но особого такого провала между сезонами я не почувствовал. Ну и, с другой стороны, в этом сезоне вы уже стали играть в UFL-1, и больше того, это очень популярная сейчас в нашей стране по понятным причинам тема, вы часто надеваете капитанскую повязку. Это решение, я не знаю, как принимается сейчас в нашей команде тренера, ребят, и насколько вам комфортно с этим знаком отличия? Да, Андрей Викторович, наш тренер, принял такое решение, потому что Дима Васильев, капитан, он был тогда на травме, и он сказал, мне выводить команду. Я вывел пару матчей в роли капитана, мы победили, и когда Дима уже восстановился, мы подошли к нему, спросили, ну и как действовать дальше. Он сказал, что на фарт можешь оставить там. Ну, то есть это такая, это не суперважная вещь в нашей команде. Может Дима, может я, может Илья Киш, Богдан, все это, все эти люди, они могут выводить команду в роли капитана, быть лидерами на поле. То есть с этим нет проблем. Угу. Ну, понятное дело, что, ну, значит, все-таки не лишена смысла вся эта риторика, все эти рассуждения, которые в том числе сейчас продвигает и Валерий Карпин в массы, что капитаны, вообще это не так важно в современном футболе. Да, я тоже так считаю, что все должны быть лидерами, кто чувствует, что может помочь, то вот не имеет никакой разницы с капитанской ты повязкой или нет. Ну, я от себя могу сказать, что в прошлом сезоне я ни разу не был капитаном, но я всегда, ну, старался и точно так же, как и сейчас, помогать ребятам, ребятам поддерживать в любой ситуации. То есть капитанская повязка – это лишь кто руку судим, пожимает в начале матча. Ну, это лично для меня, что никакой доп. ответственности, ну, доп. ответственности, наверное, есть, конечно, безусловно, но каких-то привилегий и прав дополнительных тебе не дают. Ну, так крайне мере, ваш статус пенальтиста, он никак не связан с тем, что у вас часто бывает капитанская повязка. Нет, нет, конечно, нет. Ну, вы забивали пенальти уже в этом сезоне, ну, можно вспомнить на вскидку, не знаю, матч с ССК, к примеру, в UFL-1, да, опять же, да. Вообще, пенальти бить для вас, насколько это привычная, уверенная работа, и нравится ли вам быть пенальтистом? Ну, как-то уже вопрос об этом не поднимался, вот, в нашей команде, что я уже очень давно бил пенальти, а это, наверное, привычно для меня, просто понимая, что любой может ошибиться, и подхожу, бью, и без каких-либо там тревог и страхов. Мне доводилось слышать мнение, что вы уверенно исполняете, потому что, в принципе, по жизни довольно уравновешенный человек, такой не по годам в этом смысле спокойный. Так ли это, на ваш взгляд, изнутри? Ну, возможно, и так, да. Возможно, это правда. Ну, нам, по крайней мере, так, я думаю, тоже кажется большинству из тех, кто слышит, наверное, и наш нынешний эфир. Я напоминаю, что Кирилл Столбов у нас полузащитник «Зенита-2» и вообще системы «Зенита» в студии «Радио «Зенит» находятся. Напоминаю, что наш WhatsApp – плюс семь, девять, два, один, пять, семь, ноль, ноль, восемьдесят девять и семь. Подключайтесь, друзья, задавайте свои вопросы. Ну, и, понятное дело, нынешний сезон, его темы нам всем понятны. Вы, как мы уже говорили, ну, так получилось, что, минуя молодежный состав, успели дебютировать за «Зенит-2». Причем первый матч – это был буквально первый тур чемпионата. Как раз целый матч, девяносто минут с командой «Энергия Луки», еще и такой боевой счет 3-3. Ну, там много кто сыграл из юных футболистов, но, тем не менее, когда вы узнали, что такая у вас обойма из двух команд «ЮФЛ» будет, что вы сыграете целый матч? Как вообще, насколько это спонтанно было для вас? Ну, когда я узнал об этом, я сразу же, естественно, пообщался со своими друзьями из команды, и им тоже об этом сообщили. Так получилось, что мы поехали вчетвером из «ЮФЛ-2» я, ну, из «ЮФЛ-2» того сезона, я, Аким, Дима Васильев и Илья Кирш. Мы ехали целую ночь в «Великие Луки». На поезде? На поезде, да. Мы ехали, общались, там, ожидали, в общем, этого матча дебюта. У кого-то кто-то не вышел, но все равно сейчас все играют, в общем. И, ну, наверное, это, да, получилось спонтанно, но все были счастливы узнать об этом и выйти на поле, помочь команде дебютировать за «Зенит-2». Да, удивительно, что там тогда даже не вышел в той игре Дмитрий Васильев, который, тем не менее, такое ощущение, что раньше у вас закрепился в составе, потому что он стал на регулярной основе этой осени выступать за «Зенит-2». Вообще попадание в эту команду, потому что Владислав Радимов, ну, не секрет, он любит работать прям со всеми юными футболистами, доверять им, находит к ним подход. И, в частности, получилось, что в этой команде смешалось таких несколько соседних поколений. На ваш взгляд, в «Зенит-2», вообще, насколько в нем боевая, не знаю, легкая или, может быть, местами тяжелая атмосфера, насколько легко адаптироваться в этой команде, вот лично вам? Адаптироваться легко, все ребята поддерживают, и нет никакой, естественно, травли, об этом и речи не идет. Ну, атмосфера еще не до конца, мне понятно, но мне там нравится. Мне нравятся скорости, которые там на тренировках и в играх, естественно. Это показывает, как надо тренироваться в UFL-1, чтобы даже если какие-то упражнения не на максимальной скорости, там тренер не требует. А ты сам себя заставляешь делать, потому что ты понимаешь, что высшие и люди, которые старше, они это все делают гораздо быстрее. Поэтому это преимущество, наверное, что я раньше это увидел и могу использовать на своих тренировках в UFL-1. Ну, а кроме этого, кроме того, что на скорость, на скорость не слабую, как ее часто называют, работу, нужно больше, не знаю, какие-то усилия прикладывать. Что еще меняется прежде всего? Потому что вам все-таки из UFL, как многие говорят, ну, немножечко проще. Вы уже подготовлены, вы привыкли играть в регулярном формате, а не вот этими островками, турнирами. С цикла съездили на один турнир прошло время, съездили на другой, как раньше было в юношеских командах. И у вас, действительно, уже этот опыт есть. Что, прежде всего, нужно в себе изменить, чтобы соответствовать уровню все-таки профессионального турнира, где играют мужчины, в том числе порой довольно взрослые? Я думаю, что разница между прошлым и этим сезоном. И вот в UFL-1 такая же ситуация, кстати, что моментов, возможно, столько же, но вот если реализация хромает у команды, то это может повлиять на результат очень-очень сильно. И вот в UFL-2 у нас были, я не скрываю, что у нас были огромные проблемы с реализацией моментов, по моему мнению. В UFL-2? В UFL-2 того сезона была проблема. Мы создавали очень-очень много. Я думаю, если бы мы работали больше над реализацией, мы бы забили больше, чем 100, там сколько, 117, я не помню. А, то есть вот эти 5-0, 10-0, 9-1, это мало? Да, да, да. Ну, если бы мы работали лучше и тренировались лучше, то я думаю, что было бы больше. И вот во взрослом футболе каждый момент нужно забивать, каждый полумомент вырывать, если мяч уходит в подкате где-то пожёстче, поагрессивнее, чем в детско-юношеском футболе. Это моё мнение. Слушайте, так интересно. То есть вывод получается такой, что если есть возможность в UFL, один или два, неважно, если у вас есть возможность забивать хоть 13, хоть 15 мячей за матч, обязательно и пользуйтесь, потому что потом у вас может быть в разы меньше возможности на профессиональном уровне. Да, конечно. И моментов столько не будет, потому что все быстрее становятся, сильнее, все быстрее перемещаются по полю и сложнее создавать моменты. Но чтобы побеждать, их нужно забивать. И поэтому, если, грубо говоря, в UFL у нас бывает там по 10 моментов, мы можем забить два. То это очень маленький процент. И если во взрослом футболе будет момента два, то мы можем их не забить и вообще остаться без забитых. Да, это очень важная, интересная ремарка. Ну и о вашей позиции что-то поменялось при приходе в «Зенит-2», учитывая, что, в общем-то, ваш товарищ по позиции тренирует команду, Владислав Радимов, тоже центральный, весьма креативный полузащитник, который мы прекрасно помним. Ну, кто-то, кто не видел, наверняка знает по летописям, по разным сюжетам, каким оно было в своё время. У вас позиции с ним совпадают. Он что-то привнёс новое, что-то, может быть, другое видит в вашей позиционной какой-то динамике, может быть, расположение другое? Ну, команда «Зенит-2» играет чаще всего в два опорных полузащитника, нежели в «Академии». И когда я в «Академии» исполнял роли и атакующего, и оборонительного, что-то среднее, то сейчас, когда я выхожу за «Зенит-2», наверное, от меня больше требуется атакующих действий, потому что подо мной есть два опорных полузащитника, которые подстрахуют. Ну, а так, отличий никаких нет, требования, ну, все такие же футбольные принципы, ничего не изменилось. Функционал тоже по большому счёту. Ну, да. Это важный момент, друзья. Беседуем мы с Кириллом Столбовым, полузащитником системы «Зенита» и «Зенита-2» в том числе. Ещё много разных тем впереди. Вы тоже к нам подключайтесь. Плюс семь девять два один пять семь ноль восемьдесят девять и семь наш ватсап. Пишите в «Ютуб». И совсем скоро продолжим после новостной паузы. Интервью. Радио «Зенит». Новости. В студии Екатерина Казанкина. Здравствуйте. Время «Зенита». Сергей Семак прокомментировал эпизод с пенальти в матче против Ювентуса. Главный тренер «Зенита» отметил строгость испанского арбитра, но считает, что перебивать 11-метровые ворота петербуржцев было необязательно. Команды встречались накануне. В рамках группового этапа Лиги чемпионов петербуржцы уступили со счётом 2-4. Теперь о российском чемпионате стала известна судейская бригада, которая обслужит матч «Зенита» с «Уралом». Встречу в Екатеринбурге рассудит Иван Панин из Подмосковья. Ему помогут Алексей Степиди и Александр Богданов. Утверждён список кандидатов в сборную России. Для участия в зимней Олимпиаде в расширенной перечне вошли почти 600 спортсменов. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. К другим новостям. В ГИБДД анонсировали масштабные рейты. На дорогах Петербурга патрульный режим будет усилен в период ноябрьских праздников. Все подробности через полчаса на 89,7. Слушайте Радио «Зенит», слушайте Петербург. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Игорь Ведокимов, Кирилл Столбов, полузачейник «Зенита-2». Говорим сегодня и о футболе, и о жизни, и вообще о том, как прогрессировать за очень короткое время. Много уже говорили сегодня про FL2, ту удивительную команду, где прекрасные футболисты находились и вот сейчас, в общем, воссоединяются. Либо в юношеской сборной, либо где-то еще. Вы к нам тоже можете и должны присоединяться. Плюс семь, девять, два, один, пять, семь, ноль, восемьдесят девять и семь. Это наш WhatsApp. Ну и, конечно, пишите в Ютубе. Из того, что хотелось бы еще обсудить, конечно же, ну вот мы сейчас упомянули юношескую сборную России. И лучшее, мне кажется, подтверждение того, насколько сильная у нас команда, это то, сколько ребят, опять же, вместе довольно давно играющих, пересекаются уже и в юношеской команде. Да, можно сказать, что там, в общем, тренер, имеющий отношение к «Зениту», Иван Шабаров. Но я думаю, что он не этим руководствуется, когда вызывает там пятерых «Зенитовцев» в команду. Как в юношеской сборной России? Как впечатление от работы? И вообще, многие люди задаются вопросом, ну а что юношеская сборная? Чем она, в общем-то, особенно занимается? Это же больше игры, подготовка и так далее. Все основные главные успехи впереди. Но мы знаем, что в нашей стране к юношеским сборным особенные отношения. Они выигрывают время от времени, как мы знаем. В том числе на уровне Е-17. Да, ну в юношеской сборной очень классный тренировочный процесс. Там очень много деталей, на которые мы в клубе бы, я думаю, не обратили внимания. Особенно в этом возрасте, так точно. Очень интересно сыгрываться с ребятами. Первый или второй раз выходить с ними на поле и сразу против какой-нибудь сборной. Думать, в какую ногу, как им помочь, как подсказать. Это все очень интересно, адаптироваться. Ну и, конечно, игра против европейцев чаще всего. Это очень всегда захватывающе. Потому что я очень жду каждый раз вызовов в сборную. Очень стремлюсь туда попадать каждый раз, чтобы получать как можно больше опыта игры с европейцами. Потому что это, ну я думаю, что это особенные матчи в моей карьере. Потому что это не то, что в UFL1. Там все ребята тоже лучшие страны собраны, показывают все, что они могут. Но мы всегда отдаемся полностью, играем за Россию. Об этом Иван Евгений Шабаров очень часто говорит, что мы должны гордиться тем, что мы носим эту эмблему на груди. И всегда стараюсь исполнять все требования. Очень здорово, что вы на полном серьезе. И важно, что вы это отмечаете. Что люди действительно этим руководствуются. Не просто красивые слова. Но если говорить о нашей сборной, насколько наши парни, зенитовские, там сейчас все-таки на первых ролях. У вас, насколько я помню, за юношеские команды две Ивана Шабарова, 10 матчей. Получается, там 6 в раньше, в U16 и сейчас в U18. Достаточно большая обойма игроков 2004 года из «Зенита» попадает часто в юношескую сборную. Естественно, это, я думаю, заслуженно. Множество ребят себя хорошо проявляет. Кто-то приезжает туда не в лучшей форме. Но я думаю, что Иван Евгеньевич все видит, как мы играем в UFL и тренируемся. Все, он часто приходит. Ну, не часто, но старается приходить, думаю, и на тренировки, когда имеет возможность. Я не знаю, на каком они счету я, естественно, тут... Можете только со своей позиции рассуждать, конечно же. Но все равно важно, что парни там есть. И что, например, в матче с Англией большинство наших парней сыграло. В том числе многие вышли в стартовом составе. Естественно, мне просто интересно ваше мнение. Не требует от вас какой-то грандиозной аналитической оценки. По поводу Акима Белохонова просто очень многие разговаривают, рассуждают. Как футболисты феноменальных данных именно с точки зрения его реализации. Понятно, что сейчас не так легко пока получается все в том же молодежном чемпионате. Но все равно 30 мячей в любом турнире забить за сезон – это совсем не шутка. Что бы вы выделили в нем и насколько у него действительно серьезное будущее в футболе в ближайшее время? Ну, Аким Белохонов – это вообще уникальный человек. У него такая энергетика сумасшедшая, что он постоянно на позитиве, постоянно готов к тренировкам, постоянно всех подбадривает. И я думаю, что то, что произошло и в прошлом сезоне, и то, что он вызывается в сборную – это все он заслужил. И я очень рад за него по итогам, ну, наверное, прошлой сезон уже пора бы забыть и думать о будущих целях. Но, нет, Аким молодец, он постоянно работает, мы с ним постоянно видимся, общаемся, несмотря на то, что мы сейчас в разных командах находимся. Ну, хотя доводилось уже из-за одну команду, опять же, за «Зенит-2» сыграть в первом туре. Ну и важно вспомнить, что на днях Аким Белохонов играл с «Ювентусом», забил довольно интересный мяч ворота туринской команды в юношеской лиге УЕФА. Вообще, очень много говорится о том, что у нас интересное поколение, да и в России, и в «Зените», в том числе и сейчас, что ребята вот этих двухтысячных, 2002-2003-2004 годов рождения очень любопытные, свободные, уверенные. Скажите, вот я понимаю, что вы не можете сравнивать с тем, как тренировали ребят там старше вас. Насколько, вот по вашим ощущениям, в течение всего вашего футбольного развития, вам тренеры много говорили о том, что никого не бойся, иди в обводку, играй в свой футбол, и старайся играть лучше. Это наблюдалось вот так, оглядываясь назад по ходу вашего футбольного образования? Потому что это самая, наверное, избитая тема в нашей стране. Считается, что у нас этого недостаток в тренерской работе, в детском футболе. Вы с этим сталкивались или, скорее, вам всегда очень мотивирующие попадались наставники? Ну, я думаю, это было по умолчанию, что мы должны выходить и выполнять свои функции на поле, что если ситуация для обыгрыша один в один, то обыгрывай, ни о чем не думай, не бойся потерять. Ну, и вообще очень часто и в нашей команде, и в юношеской тоже сборной, если ты находишься на последнем третьем поле, и это не какая-то авантюра, то ты не должен бояться потерять мяч, ты должен рисковать. И, ну, наверное, не было никаких проблем с этим в моей карьере. Только, кстати, я вот вспомнил момент, когда я перешел в «Зенит», я боялся очень подвести партнеров, боялся потерять мяч, и часто играл на сохранении мяча просто, и я об этом разговаривал с Дмитрием Владимировичем на то время, и он мне очень помог с этим адаптироваться, и с этим в дальнейшем не было проблем. Но вы, собственно, являетесь воспитанником помимо Академии «Зенита» еще и школы «Московская застава», и тоже несколько известных футболистов успело пройти свой путь. Вы вообще в футболе с детства? Да, я в футболе с лет шести, наверное, и я очень перерывал. На своих первых занятиях по футболу я плакал, и это было ужасно, конечно. Но мама настояла на том, чтобы я походил на секцию, и потом меня уже было не увезти оттуда. А это из-за чего? Из-за того, что вы впечатлительный человек или очень ответственный? Ну, я не помню. Это было, когда у меня было лет 5-6, наверное, 5, и я просто, может, боялся нового коллектива. Ну, не особо помню. Ну, то есть футбол такой, что называется, всегда через пот и слезы шел. Но ясно же, что у каждого футболиста, особенно в юные годы, когда-то появляется момент вот этих размышлений экзистенциальных из цикла. Ну, все-таки, ну, всерьез футбол или для здоровья этим занимаемся? Когда вы поняли, что футболист – это ваша судьба? В Московской... Ну, на самом деле, я достаточно ответственный человек. И если я чем-то занимаюсь, то я делаю это серьезно и на хорошем уровне. Постоянно отдаюсь этому делу. И в Московской заставе, к сожалению, были ребята, которые уже даже на начальных этапах, ну, совершенно не старались. Я всегда, я не понимал, как вообще такое возможно. Я всегда пытался кого-то завести, подбодрить. Несмотря на то, что я был на год младше, я играл по 2003 году за Московскую заставу. Но я думаю, что этот труд, он не остался незамеченным. И вот я, когда перешел в «Зенит», так такое же упорство и так же стараюсь каждый день. Поэтому, я думаю, с ранних лет у меня было серьезное отношение к футболу. Ну, и сейчас это тоже отражается. Потому что, друзья, если кто-то забыл, а мы об этом уже говорили, наш беседник сегодня Кирилл Столбов, это полузащитник «Зенита-2», которому 17 лет в этом году. Исполнился в апреле, то есть до совершеннолетия еще, ну, считай, полгода. Если говорить о нынешнем сезоне и об ответственности, о том, как вам доверяют, конечно, для многих, ну, для вас, наверное, особенным штрихом к этому сезону будет тот самый матч с командой «Тверь», который до сих пор называют «Тверской Волгой» многие. Вы вышли на замену и забили вот тот классный мяч хлестким ударом в ближний угол. Помогли с лидером чемпионата сыграть в нашей команде в ничью. Как вы вспоминаете этот матч и, конечно же, свой дебютный гол, который мне доводилось комментировать в прямом эфире на «Зенит-ТВ», а многие пришли на трибуны поболеть, потому что это топ-матч был, конечно же. Ну, мы проигрывали до, наверное, минуты 70-60-01. И до этого мы никогда не проигрывали «Твери» в этом сезоне. Два прора в первом круге. И, конечно, нельзя было проигрывать. Но Владислав Николаевич меня выпустил. Я был нацелен на то, чтобы помочь команде. И вот выпал такой шанс, что в момент сразу как будто я вот вышел, и тут бухты-барахты вообще мячик мне на точке пенальти. Я вообще смотрю на вратаря, там никого нет передо мной. Я вообще не поверил в это, что такое возможно. Ну, и ударил в свободный угол, забил. И сразу сконцентрировался на том, чтобы забивать второй, побежать, там, подбодрить партнеров и вырывать победы. Но, к сожалению, не получилось. И, ну, закончили 1-1. Я был очень рад помочь команде вырвать ничью. Это было, конечно, незабываемо. Ну, и до сих пор вспоминается, я не знаю, вообще первый мяч на именно профессиональном взрослом уже уровне. Что-то особенное, это что-то, с чем нужно, не знаю, там, поспать, пожить, подумать. Или уже через пару дней забывается? Да нет, ну, конечно, я был очень рад. Но я думаю, это не самое важное сейчас, на данный момент. Нельзя переставать там работать и тренироваться очень усердно. И, возможно, какие-то такие, ну, голы в моей жизни. И могут сбить меня с толку. Как мне многие говорили, что нельзя там какую-то звезду поймать или еще что-то. Но я думаю, это вообще не про меня. Это забил гол, помог команде. И работать дальше, тренироваться дальше. Ну да, ну, кстати, про звезду. Вообще, самая сбитая тема вечная. Спорт не может существовать без этих разговоров. Но с кем-то, я не прошу вас назвать фамилию, доводилось видеть, что кто-то из ребят, с кем вы давно находились, вместе шагали и вместе прогрессировали. Или кто-то прям ловил откровенный звездняк, начинал, я не знаю, там, пинать, как-то мяч не так, или интересоваться перед игрой. А с кем мы играем? Хотя, ладно, мне неинтересно. Бывало такое? Нет, ну, таких масштабов, конечно, не было. Но, наверное, какое-то, ну, хладнокровие появлялось такое. И чрезмерное, не то, чтобы на поле, там, правильное хладнокровие, а чрезмерное хладнокровие появлялось. Но, я думаю, с этим сразу же практически справлялись мои партнеры. И сейчас вот нет никого, кто словил бы звезду. И сейчас неправильно относятся к футболу. Ну, мне кажется, важно еще, наверное, вспомнить матч «Зенита-2» с Тверской командой еще и по другой причине. Безусловно, вообще у нас стал очень такой зенитовский, еще более юный состав в этом сезоне, менее обстрелянный, поэтому результаты, прямо скажем, нестабильные. Но на матч с Тверской командой, опять же, с Тверью, не с Волгой, вышли одни футболисты, которые прошли через систему «Зенита». Ни одного не было в заявке, который систему «Зенита» бы не прошел. Абсолютно все вот свои родные. А, я не знаю, к этому какое-то особое отношение было? Владислав Радимов, может, какую-то тронную речь по этому поводу прочитал. У него же особое отношение именно к топовым матчам, потому что он считает, что здесь вот должны играть именно те ребята, которых выпустил «Академия». Нет, никаких речей таких по этому поводу не было. Все было заточено на игру, только на построение нашей игры и мотивация. Но речь про воспитанников, такая нацеленная, не было такого. А Владислав Радимов вообще с вами какие-то беседы уже имел? Что-то особенное говорил? Ну, только там что-то после игры или до игры, во время того, как у меня выпускали на замену. И, конечно, ситуация с шипами после Твери, это... Не знаю, я уже готов был пролиться под землю, когда пришел в раздевалку, и на меня так все посмотрели. А что там было за то, что напомните, я думаю, что это не все поняли. Я за 30 минут подскользнулся раз 6, наверное. И хотя я вышел в железных шипах, как и полагалось, но что-то, видимо, мне не помогло. Но после этого, перед матчем с Ленинградцем, я поменял шипы на самые возможные высокие, и, ну, вроде было все в порядке. Но Владислав Николаевич очень был, ну, не зол, наверное, но обратил на это свое внимание и подсказал мне, что это надо решить срочно. — Ну, в целом, насколько сердитый, я не знаю, кто-то может подумать, свирепый Танид Владислав Радимов, но мы знаем, что он человек с серьезным характером, а при этом от футболистов я чаще слышу, что, да, ну, какой-то ругань не сплошной. Нет, есть ругань, как все всегда говорят, за две вещи. За безволие, если оно, не дай бог, проскакивает, и за безидейность, за все остальное. Не прилетает, все остальное обсуждается. — Ну, это абсолютная правда, конечно, бывает и ругань, но я думаю, что она уместна и по делу, когда кто-то там что-то не выполняет, не потому что не получилось, а он хотел, а когда пропадает желание или еще что-то. Вот в таких ситуациях, конечно, это уместно, и это есть. — Угу. Ну, такое ведь нечасто бывает? — Нет, нет, нечасто. В основном подсказ и просто обсуждение каких-то моментов. — Ну, один из таких моментов мы обязательно еще обсудим, друзья. С Кириллом Столбовым беседуем с полузащитником «Зенита-2» в эфире на радио «Зенит». Через небольшую паузу вернемся и, конечно же, обсудим еще несколько важных элементов. На погоде, друзья мои, несколько слов. Плюс 7 градусов в данный момент в Петербурге, ветер юго-восточный, 3,5 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность 80%. Завтра синоптики обещают нам также плюс 8 на термометрах и осадки в течение дня во всех районах города и Ленинградской области. Ну, а ночью сегодня температура опустится до плюс 6. Реклама Первый круг российской премьер-лиги завершается. Нас ждет заключительный матч осени. «Газпром-арена». 19 ноября. 19.00. «Зенит» принимает и Нижний Новгород. «Сини-бело-голубые» против команды Александра Киржакова. Билеты уже в продаже. Традиционный фан-променад откроется за 2 часа до матча. Подробная информация о правилах посещения матча и ограничениях только на официальном сайте клуба. Ноль плюс. «Газпром-арена» — это не только футбол. Яркие матчи и крупнейшие международные турниры. Это сложный механизм и слаженная команда, частью которой можешь стать и ты. Футбольный клуб «Зенит» приглашает в Центр подготовки временного персонала на вакансии. Стюарт, хостес, повар, официант, инспектор качества сервиса. Тебя ждет гибкий график, бесплатное обучение, стабильная оплата, реальные перспективы роста и новые друзья. Заполни анкету на сайте vp.fcdefiszenit.ru и стань частью нашей команды. 18+. Российская премьер-лига на телеканале «Санкт-Петербург» матч «Урал-Зенит». Смотрите в воскресенье 7 ноября, начало в 16.00. Я Далер Кузяев, смотрите матчи «Зенита» на телеканале «Санкт-Петербург». Трансляция доступна и на сайте topspb.tv. Ноль плюс. Телефон рекламной службы «Радио «Зенит». 321-88-44 Интервью Нельзя не радоваться тому, что с интересными собеседниками время летит быстро. И сегодня оно прям со свистом проносится мимо нас. Эфирное время мы, конечно, имеем в виду. Игорь Вдокимов, Кирилл Столбов, полузащитник «Зенита-2». И говорим о многом. Но, в частности, из того, что мы уже успели обсудить, это результаты, конечно, многое проскакивало. Но, естественно, так уж получилось, что мы, ну, кое-какие вещи пока не обсудили. Но, я думаю, имеет смысл все-таки вспомнить. Без поражений, как известно, не бывает побед. Вообще «Зениту» пришлось натерпеться в последнее время. Вчера молодежка. И «Зенит» основной в турнирах УФА в юношской лиге. В основной лиге чемпионов с одинаковым счетом 2-4 проиграли. Ну, так уж вышло. Ну, а до этого все еще вспоминают матч «Зенита-2» с «Ленинградцем». С отсчетом 1-7 наша команда проиграла. Естественно, возрадовались многие наши коллеги, да и просто некоторые любители футбола из столицы. Сказали, ну вот, вам за что-то прилетело. Хотя, как можно это сравнивать? Кто-то написал, что Владислав Радимов высмеивал поражение «Спартака», а сам проиграл с отсчетом 1-7. Хотя, вместо высмеивания, он говорил, что надо, наоборот, терпеть в этой ситуации. Так или иначе, резонансное поражение. В Петербургском дербие до этого «Ленинградец» нас не обыгрывал. Вы, понятное дело, Кирилл, сыграли всего там 11 минут в этом матче. Да, то есть, ну, сложно как-то вам грандиозный анализ изнутри здесь делать. Но все равно, что все-таки произошло? Тот самый случай, когда очень много юных ребят, в том числе ваш товарищ по чемпионскому «Зениту» в «ЮФЛ-2» Кирш выходил из стартового состава и многие другие ребята. С чем можно это вообще все связать? Ну, я думаю, что не проблема в возрасте, а... Ну, возможно, в опыте, конечно, проблема, но не в возрасте. Хотя это вещи связаны, естественно. Но в том, что практически каждый матч позиции 3-4 занимают новые ребята, которые практически не имели опыта игры за «Зениту» 2. Ну, вот так же, как и я, можно сказать, ребята вышли в основном составе, а Ленинградец такая команда, которая постоянно тренируется в одном составе, там много опытных игроков и такая собранная, хорошая команда. А у нас первые 30 минут мы, я думаю, что играли на равных, даже, может, первые 40 минут. Но дальше просто силы уходили и надо было играть уже в футбол, а у Ленинградца это получилось лучше из-за того, что они, опять же, играют своим костяком, которые у них постоянно никуда не деваются. Ну, да, у них нет задачи прям обязательно свои кадры развивать. Они играют теми, кто есть, в том числе и там много воспитанников петербуржского футбола. Но понятно, что Максим Вотинов выходит, например, на замену тоже петербуржец, поигравший много где, в том числе Финляндии. Не для того, чтобы в перспективе как-то себя реализовать. Он реализовывает себя здесь, сейчас. Ребятам из обороны, как вы считаете, особенно тяжело пришлось, в том числе вашим партнерам. Мы уже Илью Киршев вспоминали, там Юрий Каледин, опять же, за которому все еще 16 лет, тоже игравший в том сезоне за нашу команду. Все-таки им, понятное дело, ну, даже если ты конкретно в этой ситуации не ошибаешься, все равно оборону всегда обвиняют в пропущенных мячах. Ну, там никто друг друга не винил, не было никакого пихача, но, конечно, я думаю, очень обидно пропускать 7, это болезненно. Но я думаю, что надо разобрать ошибки, посмотреть игру, и дальше тренироваться, восстанавливаться, и все впереди. Ну, это точно совершенно, мне кажется, любой опыт, в том числе негативный, он, конечно, на вес золота, так или иначе. Ну, и ясное дело, что в этом сезоне, да и вообще при Сергее Симаке, очень много ребят проходит в состав основного «Зенита», привлекается, тренируется, кто-то выходит прямо на сборах, кто-то уже в официальных матчах. Насколько все это зародительные примеры? Потому что у всех разные реакции, одни говорят, что ну да, очень хорошо, мы тоже стремимся, другие говорят, слушайте, ну все равно примеры ничего не доказывают, нам нужно самим пытаться себя реализовать. Хотя бы то, как человек на схожей с вами позиции, Кирилл Кравцов зарекомендовал себя в «Зените» и почти все время там находится. Вот это мотивирует всерьез? Да, конечно, это мотивирует, и то, что мы лично знакомы, прекрасно общаемся, и Кирилл вообще отличный парень. Всегда мне помогает, поддерживает, мы с ним иногда и занимаемся вместе, ну, с физической формой работаем. Вот, ну, конечно, это мотивирует то, что ребята тренируются и выходят на замену, помогают главной команде и в основной лиге чемпионов в том числе, это, конечно, мотивирует. Вы, могу по личному опыту сказать, даже у вас есть явные совершенно сходства, помимо имени, естественно, да, это то, что вы довольно равновешенное впечатление, и не по годам такой зрелый анализ производите, умеете действительно выражать свои мысли очень зрело, но все еще говорят, мне кажется, то, в чем особенно Кирилл, такой пример для подражания, что он, конечно, профессионал до мозга костей, но плюс, конечно, всем очень понравилось, как у нас в эфире он сказал, что никогда не перейдет Спартак. Во всех этих пунктах вы его поддерживаете? Ну, я думаю, что да, почему бы и нет. Я, да, я с ним согласен. Но Кирилл еще, к тому же, очень скромный, и... Нет, вообще, Кирилл очень классный парень, я стараюсь брать с него пример в некоторых моментах, и вообще, повезло, что играем рядом на одних и тех же позициях, в треугольнике, в центре поля, но чувствую поддержку от него. Ну и было бы здорово, конечно, если бы вы соединились в «Зените» в основном, но я думаю, что вы точно друг другу мешать не будете, вы можете занимать чуть-чуть разные, хоть и соседствующие позиции. Да, с этим проблем не будет. Я очень надеюсь, но и в завершении нашей беседы буквально несколько самых простых вопросов для каждого спортсмена и футболиста в том числе. Главный матч в вашей карьере, если уже был, то какой он? Главный матч в моей карьере? Ух ты. Возможно, дебют в юношеской сборной против Италии. Наверное, этот матч я помню. Или матч за «Зенит» против «Реал Мадрида». Это тоже был, конечно, легендарный матч. Мы проиграли 3-5, но могли и выигрывать. Это был первый матч-открытие на турнире в Катаре. И мы тогда еще были, по моему мнению, не на пиковой форме нашей командной. Если бы мы приехали туда, в Катар, играть против «Реал Мадрида», «ПСЖ» и «Спортинга» и таких команд, в конце сезона «ЕФЛ-2», я думаю, нас бы ждал другой результат. Здорово. Но, тем более, про «Реал» хорошо, что рассказали. Кто-то мог этого просто не вспомнить. А наиболее неприятный эпизод в вашей карьере? Наиболее неприятный момент в моей карьере... Ну, возможно, вот. Ну, это только с точки зрения результата 1-7 в последний матч. Но так, когда я прям подвел партнеров... Наверное, тоже, опять же, это было за сборную России против Франции. Я вышел на замену, но очень плохо себя провел, мне кажется. Но там тренеры, кстати, меня подбодрили, сказали, ничего страшного, это опыт, все восстанавливаемся, дальше тренируемся, работаем над ошибками. Ну, наверное, так, это расстраивает только, когда подвоишь партнеров. А так-то результат это второстепенно сейчас, главное играть, играть и играть. Ну, важно, что вы вообще у себя даже в сознании такое внимание сборной России уделяете. Это, я думаю, любому приятно. Но самый счастливый момент в жизни смогли вы выделить? Даже не связанный с футболом, хотя, может быть, и с ней тоже. Наверное, из последнего это победа в UFL 2, это когда все-таки мы поняли, что все, мы чемпионы, мы победили. Ну, вот тогда я понял, что все, что было до этого, вся работа, она оценена. Ну, все было не зря, да. Но с кем проще всего приятнее играть в футбол из ваших партнеров? Ух ты, это сложный вопрос, это очень сложный вопрос. Ну, множество ребят, с которыми я уже и привык играть в футбол, и так как играем уже давно достаточно в одной команде. Илья Кирш, и Никита Вершинин мы в центре поля играем. Аким Белохонов тоже, Игорь Козлов. Я думаю, что вот этот левый полуфланг и фланг, это все ребята, с которыми мне наиболее удобно играть, потому что мы очень часто играем вместе. Был ли когда-то пример для подражания? Так, они спросили за весь эфир. Ну, возможно, мой кумир в футболе, это Кевин Дебрюин. Я смотрю, если бы мы ввели турнирную таблицу, кто чаще всего упоминается нашими футболистами системы «Зенита», Кевин Дебрюин, вот в этот момент вышел бы вперед. Его действительно очень многие цели. Да, Кевин Дебрюин, это мой кумир, наверное, в футболе. По всему, что он умеет, как он это делает. Все его футбольные действия, это, конечно, что-то. Ну, совсем недурственный пример для подражания. Человек, которому вы больше всего доверяете. Мама с папой. Стандартно. Ну и в завершении, кем видите себя через 10 лет? Это мне будет сколько? 27 лет. Пустяки, в общем. Футболист кем? Футболист? Это моя цель. Я сделаю все, чтобы быть футболистом в этой жизни. Сборная России, «Зенита», иностранного клуба, «Мадридского Реала». Ну, честно, хочется поиграть в Европе, поэтому, наверное, цель в 27 лет на пике своей формы играть где-нибудь в Испании, Англии или Италии. Ну, я искренне надеюсь, что у вас получится все задуманное, Кирилл, потому что, я думаю, кто вслушал наш эфир, не верил, что мы общаемся с человеком, которому всего 17 лет. Такой взвешенный, адекватный и подкрепленный приятным петербургским языком, интеллигентным подход. Я думаю, что многим симпатичен. Спасибо огромное, что пришли к нам. Болеем за вас, ждем вас вновь. Спасибо огромное. Игорь Дакимов, Кирилл Столбов, полузащитник «Зенита-2» были в прямом эфире. Друзья, всех обнимаем, встретимся на радио «Зенита». Счастливо!